Сколько я могу в Анталии находиться законно? Пойдемте смотреть, сколько стоит здесь жизнь. Работы нет. Работы нет. Нет. Самая дешевая здесь квартира стоит... Так, колбаса. Как еще наш человек без колбасы? Попробуем узнать открыт счет. Мне понадобится паспорт. Люди приезжали и покупали целенаправленную недвижимость вместе с гражданством. Сколько времени ушло у семьи на адаптацию здесь? Всем привет. Привет. Ереван, Тбилиси, Дубай, Анталия, Астана. Все это с нынешних времен стало центрами притяжения определенного группы людей, которые уехали по тем или иным соображениям из России. Я сегодня прилетел в Анталию к моему дорогому другу Алексею Дубровскому. Леша, привет. Привет, Сергей. Алексей Дубровский на самом деле звезда рынка недвижимости. И многое из того, что вы сегодня видите в рекламе на рынке недвижимости в России, созданное руками Алексея. Текстово-графический блок и все когда-то Алексей придумал. Но неожиданно в 2013 году, неожиданно для многих, он все бизнесы в России продает и уезжает в Анталию. И мы сегодня с Алексеем будем разговаривать, что происходило, как здесь адаптироваться и что самое важное, как вообще в принципе переезжать в Анталию, как это делать правильно. Потому что Алексей здесь, ты, Далеш, ты занимаешься уже именно локационными, да, вот этими задачами для людей. Да, более 10 лет уже. То есть сейчас в основном мы как раз постараемся с тобой поговорить о быте, да. То есть как здесь обустраиваться, как открывать счет, мы сходим в банк, мы сходим в магазин и посмотрим цены. И с Лешей поговорим самое главное об аналитике рынка недвижимости, что с ним происходит. Так и будет, смотрите. Да, ты готов провести нам такую экскурсию? Да, с удовольствием. Досмотрите этот ролик до конца, потому что в конце я пойду в банк узнавать, можно ли русским открывать здесь счет и как это делать. Погнали. Лучше идите работай в Смирнову. Я, старший партнер сети офисов агентства недвижимости Высоцкий Эстейд, приглашаю вас в нашу команду. Это ваш шанс получить самое качественное обучение в России и начать зарабатывать в сфере недвижимости. Наши эксперты зарабатывают на квартиру без ипотеки за первые 5 лет. А лучшие эксперты попадают на мой YouTube канал. А это значит, вас увидят 845 тысяч уникальных зрителей в квартал, 2,5 миллиона просмотров и 200 тысяч постоянных зрителей. Поэтому у вас есть шанс стать экспертом на нашем канале. Кто я такой и почему лучше идти ко мне? С 2010 года я провел в России больше 500 мастер-классов для участников рынка недвижимости. В 47 городах и общий охват обученной аудитории составляет сейчас 17 тысяч агентов. Я вхожу по популярности в топ-5 самых узнаваемых экспертов на рынке недвижимости в России. А значит, ко мне идут клиенты, которые могут стать и вашими клиентами. На меня подписано больше 25 тысяч агентов в социальных сетях и у нас есть партнерские связи с агентами во всех регионах. Поэтому ваш клиент будет обслужен в любом городе России. Я являлся официальным консультантом Сбербанка в 2018 году. И лучше меня в апатичных продуктах вряд ли кто-то разбирается. Я являюсь автором книжки «Бетонное казино», которая стала по признанию Литреса бестселлером в 2021 году. До этого я разработал систему «Агентон», которая была куплена группой компании «Рамблер». И это был профессиональный продукт для специалистов рынка недвижимости. И, конечно же, я являюсь постоянным действующим экспертом недвижимости и свою практику я передам вам и научу вас работать с клиентами качественно. Своей деятельностью и этим YouTube-каналом мы меняем представление обывателя об агентской профессии. Я и моя команда научим вас зарабатывать не 2, а 4% комиссионно. Пройдите тест по ссылке в описании и получите свой шанс стать участником нашей команды. Леш, ты в Анталии, получается, без малого 10 лет, да? Без одного месяца 10 лет, да. То есть ты у нас, получается, человек, который уехал до всех событий, то есть до Крым. Наш, до всего остального. Да. Но ты уезжал целенаправленно. Когда у тебя первое недвижимость здесь появилось в Анталии? В 2009 году. Но это была такая туристическая, да? Или это уже была серьезная покупка? Ну, вначале это была квартира на первой линии моря. А потом я еще купил виллу в строящемся в новом поселке. Я помню, ты мне как-то рассказывал, что вот эта квартира на первой линии моря, вот это вот эмоциональное приобретение, оно не очень, да, зашло потом в эксплуатацию. Почему вы решили продать ее? Потому что у меня еще родились дети, и эта квартира просто физически была нам мала. И плюс я все-таки хотел реализовать себя на земле, то есть чтобы был сад, чтобы были деревья. И вы часть, уже вот когда приехали сюда в 2013 году, вы прожили, да, часть жизни? Пять лет мы жили в доме. В доме, да? Да. Но потом стало понятно, что вот немножко такая частная загородная жизнь, она тоже не совсем удобна. Почему перебрались в Анталию? Ну, на то было много причин. Одна из причин, что дети выросли, им нужно было социализироваться. А поселок закрытый, и они общались только вот с теми детишками, которые росли в этом поселке. Нужно было учиться переходить дорогу, куда-то ходить самостоятельно. Ну, и вообще просто надоело, если честно, скажем так, тот дом, в котором мы жили, он стал стареть. И мы понимали, что поселок тоже стареет, и нужно было вкладываться. Но, к сожалению, мы видели, что те вещи, которые были уже необходимы нам для того, чтобы, ну, жизнь современной жизнью, они не получались. В частности, там был очень плохой интернет, он размывался. Поселок ветшал, ну, и плюс ко всему прочему, надоело. То есть, захотелось пожить на море, потому что все-таки, живя здесь в курортном городе, море, оно первично, нежели земля. Земли, как оказалось, здесь особо и не нужно, как, например, тем людям, которые живут в Москве. Живя в Москве, мы хотим свой кусок земли, чтобы пожарить шашлык, чтобы там, ну, я не знаю, там, что-то посадить еще. Здесь природы очень много, каждые выходные можно выезжать на любые пляжи, на любые исторические места. Поэтому здесь сам концерт загородной жизни, он, в общем-то, не нужен. Ну, смотри, у тебя, получается, у тебя, у тебя много детей, я знаю, да, но... Четверо. Четверо, да. Но здесь вы же живете с супругой и двумя детьми. Еще нет, сейчас старший тоже прилетел, буквально полторы недели назад тоже прилетел. Ну, вот если мы говорим об адаптации, сколько времени ушло у семьи на адаптацию здесь? Вот привыкнуть к местным условиям, к местному... Ну, в местной кухне понятно, что у нас очень много турецких вещей, просто в Москве продаются. Помидоры, огурцы, овощи, все это также из Турции. Но если мы говорим вообще к местному колориту, так далее, сколько привыкала семья? Ну, у всех по-разному, потому что здесь все зависит от того, насколько ты хотел сюда приехать. То есть, если ты хотел приехать жить сам, например, да, то ты можешь адаптироваться очень быстро. Это год-два. А если, например, взять мою супругу, которая не очень хотела сюда ехать, то у нее эта адаптация заняла, ну, минимум в два раза больше времени. Четыре, да? Года четыре, да. Пока она поняла, осознала, приняла все и сказала, что как здорово, что тогда я послушал о тебе, Алексей. Леш, я тебя вот хотел спросить. Вот эта вся движуха в Анталии началась, как я понимаю, после начала СВО? Нет, нет, что-то это гораздо раньше все. Это после пандемии все началось. А до пандемии, насколько я помню, был кризис, да? То есть, 17-18 год. Все продавали, уезжали. Все продавали, уезжали. А пандемии, как сказалось, тоже все соскакивали? Нет, пандемии ничего не соскакивало, ничего не работало. Накапливался отложенный спрос, который как раз после пандемии выстрелил. А, то есть, после пандемии выслужил отложенный спрос, а потом, насколько я помню, 21-й год, и там прям была адская инфляция, да? Более чем в два раза. И это как сказалось на рынке недвижимости? А турки стали закрывать банковские депозиты, выходить из всего и покупать недвижимость. А, ну то есть, они так же, как и россияне, не верили в лиру, да, и просто решили перекладываться? Да. И как скакнула цена? Ну вот, если взять год назад и сейчас, то в евро и в долларах квартиры выросли больше, чем на 100%. В некоторых случаях на 120, на 130. Офигеть. Да. Вот вопрос какой. А вот что случилось уже после СВО? Как вот эти вот волны эмиграции, какие они были? Первая волна была у нас в марте. Так. Это приехали граждане Украины, Казахстана и россияне, в основном это айтишники. Сейчас идет уже приблизительно полторы недели вторая волна, и ожидается третья. Прям вот захлеб. Киевляне, да? То есть сейчас опять... Да. Скажи, пожалуйста, вот... Вторая волна россияне. Я так понимаю, что сейчас вот вторая волна россияне, они еще менее подготовлены, чем первые. Или те, и другие уезжали спонтанно. Я вот когда сейчас летел в самолете, мы летели, и, соответственно, была такая большая проблема, что слышно было из разговоров людей, что они летят в никуда. Смотри, с декабря прошлого года, когда уже было понятно, что что-то будет, люди приезжали и покупали целенаправленную недвижимость вместе с гражданством. То есть здесь при покупке на 250 тысяч долларов тебе сразу предоставлялось еще турецкое гражданство, и чуть позже подняли до 400 тысяч долларов. И вот буквально там еще месяц-полтора назад основные запросы здесь были на покупку квартир, которые подходят под гражданство. Сейчас новая волна, люди летят. И уже аренда квартир под ВНЖ, да, наверное? Аренда квартир под ВНЖ в разрешенных районах. И просто вот у меня есть, например, там 100 тысяч евро, 150, где, в каком городе, в каком районе я могу на эти деньги купить недвижимость. Но за эти деньги он получит ВНЖ? Если квартира сейчас при оформлении в стоимости ТАПУ не менее 75 тысяч долларов прописывается, и ты плачешь с этой суммы налог, то да, ты можешь получить ВНЖ. Если сумма меньше, то не получишь. Ага, а вот у меня вопрос тогда возникает. Что сейчас творится со спросом? Вот я так понимаю, что есть, ты показывал мне сейчас телефон, и там вот прямо какой-то сумасшедший спрос. Да, это чат риэлторов, в котором я состою. Вот в чате риэлторов одно из объявлений, которое ты мне сейчас показывал, мы можем сейчас просто... Давай покажем просто даже масштаб, вот попросим Тамару, просто полистаем. Посмотрите, это вот все, вот смотрите, в течение суток количество запросов, поступающие в одну из групп. Да. Это вот такой ажиотажный спрос. Спрос на покупку, спрос на аренду. В основном, конечно, на аренду в первую очередь, потому что люди все-таки хотят как-то... Ну, во-первых, они думают, что они еще уедут через месяца, два, через три, и... Вначале идет аренда на месяц, на два, да? Да, но здесь такой аренды нету, это незаконная аренда, краткосрочная, она здесь запрещена. Ребята, то есть смотрите, когда вам предлагают аренду на месяц и два, это значит полулегальная, да? То есть она будет без договора? Ну да, она... То есть в ВНЖ мы никакого не получим? Никакого в ВНЖ, да. Сколько я могу в Анталии находиться законно без... Вот я прилетел, 90 дней? 60. 60? 90, если ты гражданин Украины, 60, если ты россиянин. Так оно было здесь и раньше. Для украинцев сейчас это продлили. Потом ты можешь вылететь, например, куда угодно. Хочешь Казахстан? Да, конечно. В Грузию, в Израиль сейчас летают опять чартеры. Северный Кипр, неважно. И еще вернуться еще на 60 дней. То есть, а в ВНЖ мне что даст? ВНЖ ты имеешь право здесь никуда не выезжать и проживать в течение 365 дней. Так, отлично. Получается, вот там, например, сейчас было такое предложение. Ребята, 3 плюс 1, это значит 3 комнаты плюс гостиная. 3 спальни. 3 спальни, да. 100-метровый таунхаус, насколько я понимаю, там предлагался. И цена была в аренду 35 тысяч лир. Это 120 тысяч рублей сейчас примерно мы бы считали на наши деньги. И там было написано под ВНЖ. Что значит под ВНЖ, а что-то не под ВНЖ? Можешь объяснить? Да, конечно. С 1 июля вышел новый закон, в который запретил в некоторых районах, которые очень любят русскоязычные жители. Это район называется Лиман, Хурма, Сарасу. И такие районы, как Авсалар, Махмутлар, тоже это районы Алании. Нельзя людям, которые первый раз приехали сюда, получить первичный вид на жительство. Так. Если ты уже снимал когда-то в этих районах, то ты сможешь получить или продлиться, а первичный нет. И, соответственно, люди, которые приезжают в Анталию первый раз, то они могут снять квартиру и получить по аренде этой квартиры ВНЖ только в других районах. В так называемых открытых районах, в которых не запрещено получить первичное ВНЖ. Ох, ничего себе. Это, то есть, вот такой спонтанный полет, как вот я сейчас летел в самолете и слышал просто по разговорам, это вообще такая дикая наивность, да, получается? В чем? Ну, то есть, ты летишь и думаешь, что это вот как в Москве. Ты приехал, раз, тебе там собственник что-то дал документы, и ты оформил ВНЖ. А ты не посмотрел, открыт этот район сейчас под ВНЖ, нет? Ну, люди, как правило, все-таки, когда начинают обращаться к риэлторам, то риэлторы ему объясняют, что есть открытые районы, есть закрытые районы. И люди предпочитают, конечно, получить ВНЖ в открытых районах. Соответственно, спрос там больше, и сейчас цены опять взлетели до небес, и цены будут дальше расти, потому что, вот, я говорю, сейчас идет вторая волна, третья волна тоже намечается. Слушай, вот скажи мне, пожалуйста, вот экономика, за сколько я мог два года назад, вот, то, что предложение купить, то, что можно сейчас сдать за 120 тысяч рублей, 100 метровку? Ну, 700, где-то 700 евро в метр стоил. 700 евро в метр, то есть я в свое время мог купить вот эту 100 метровку за 70 тысяч евро. Да. И сдавать сейчас за 120 тысяч рублей. Да. Охренеть. Да. То есть сейчас такая высокая доходность с аренды? Ну, это первый раз, в Анталии никогда до этого... Я знаю, что ты выкупил энное количество, мы не будем говорить на камеру, вот ты выкупил в 2000, в послепандемийный период, стал выкупать апартаменты. С 19-го года. И ты решил сейчас его придержать, ты сейчас из них не выходишь. Нет, не выхожу. Потому что это выгоднее их сдавать, да? Ну, потому что впервые в Анталии долгосрочная аренда стала интересной собственников. Сколько, по-твоему, такая ситуация может продержаться? Или она сейчас только будет накатывать, потому что сюда еще выводят на релокацию целые бизнесы? Ну, я так могу сказать, что после начала событий, которые были в конце февраля 2022 года, цены взлетели. И потом они продержались где-то месяца три и начали падать. Так, на аренду. На аренду. Чуть-чуть, то есть ажиотаж такой подсел, да? Да, конечно, да. То есть цены начали падать, и мои арендаторы тоже мне начали корректировать цены. Я сказал, что я подумаю, и началась сейчас вот вторая волна эмиграции началась. После объявления мобилизации. И цены вернулись не просто на тот период, когда они поднимались в марте, в апреле, но и даже превысили эти значения, квартир стало гораздо меньше, и собственники сейчас вообще хотят денег за полгода вперед, за год вперед. То есть есть... Да, кстати, ребята, я хотел вам сказать, что то, что я читаю, очень жесткие условия. Два месяца вперед платеж плюс депозит. То есть это минимум, да, там три месяца надо иметь оплату. Это вообще шоколадные условия. Шоколадные условия? Обычно комиссия риэлтора месячная. Четвертый платеж, да? Полгода аренды и депозит. А если вот в таком классе отеля я начну жить, сколько я буду платить за сутки? Ну, все зависит от сезонности. И в целом, наверное, 100 долларов в день. Это сегодня такая цена вот для аренды. 100 долларов в день, да? Ну, как-то так, да. А дети сейчас разговаривают твое на турецком? Дети разговаривают свободно на турецком, на английском, да. Тебе даже сложнее адаптироваться было? Ну, мне нет, потому что у меня вначале... Скажешь так, я не планировал здесь работать. И поэтому мне... Так, ты уже здесь вообще хотел активно пенсионерствовать, да? Насколько я помню, был первоначальный план. Ну, да, мне... Мы чуть позже досмотрите этот ролик до конца, мы расскажем Лешину историю, потому что это звезда рынка недвижимости российского. Мне хотелось два года, я ничего не делал вообще здесь. Просто я вот как до армии когда-то, до советской, то есть я читал книжки, я ходил, гулял, я спал, то есть вот, а потом стало скучно. И вот тогда... Ты работал недвижимость, которая осталась в Москве, да, в этот момент? Накопление, которое ты от продажи бизнеса получил. Да. И какая-то недвижка, да? А в какой-то момент ты просто стал понимать, что надо что-то делать, и ты, я так, запускаешь проект «Русские в Антарии», да, насколько я понял? Да, и когда я понял, что все, я накопил сил, то есть я полностью... И вот как раз тогда и началась настоящая адаптация. Так. Потому что когда ты просто живешь на вилле или ты живешь там в своей квартире у моря... Читать, как в отеле, да? Да, то есть особой адаптации-то никакой и не нужно. То есть ты знаешь несколько слов, чтобы объясниться, ты ходишь на море, куда ты ходишь с... То есть нельзя назвать человека, который приехал просто вот в Анталию и пожил тут полгода, и он разобрался, да? То есть это не адаптация? Нет, конечно же нет, нет. Это просто, скажем так, это... Он через полгода, можно сказать, что он осмотрелся, но он не адаптировался, конечно нет. Он еще ничего не знает. Я понял тебя, то есть... Полгода это очень мало. Это очень мало. Конечно. То есть все-таки нужно понимать, что как только вы начнете здесь уже заниматься не только бытом дома, а вот бизнесом, еще чего-то, пойдет другой уровень адаптации. Абсолютно, конечно. Расскажи, как пришла идея вот понять создание сообщества «Русские в Анталии», потому что это дико полезная штука, ребят. Я провожу в Анталии, вот Леша, мы увидимся с ним обычно два раза в год, ну где-то порядка 35-40 дней в году я провожу здесь в Анталии, и огромное количество вещей я уже получаю из самой группы, потому что пишу туда запрос, вот мне нужно было цветы доставить супруге в отель, туда машину заказать, поехать на экскурсию, встретить меня в аэропорту. Трансфер, да. Да, то есть любые какие-то мелочи можно заказать. Как пришла вообще сама мысль о «Русских в Анталии»? И это уже тоже сообщество, уже сколько, лет 8-7? Девятый год. Девятый год пошло, да. Все было очень просто. Здесь мы собирались небольшой русскоязычной тусовкой, и была одна женщина, которая тоже входила в эту тусовку, ее звали Мария, и как-то у меня с ней был разговор о том, что она говорит, вот у меня много активности здесь, я журналист, я встречаюсь, что-то делаю, но я не могу это никак конвертировать ни во что. И тогда я ей предложил, я ей сказал, «Маш, давай так, ты создашь группу в Фейсбуке, подключишь туда свои активности, своих подруг и так далее, начнется какая-то жизнь, вот, а потом я у тебя ее куплю». Вот, она меня послушала, и, в общем-то, была создана эта группа, и буквально, по-моему, через полгода она ко мне пришла, сказала, что она уезжает в Россию жить, и я у нее эту группу купил. На тот момент там было 2,5 тысячи человек, и где-то около 7-8 постов каждый день. — Сейчас? — Сейчас это самая большая русскоязычная группа наших соотечественников за рубежом. — Вообще, в другом, в другом, в другом, в другом, в другом. — Да-да-да-да-да, это 111 тысяч зарегистрированных пользователей, с ежедневной аудиторией порядком 25 тысяч человек. — Ну, надо тут отметить, ребят, знаете, есть одна хитрая, сейчас мы откроем карты. — Да. — Ты в цифровом мире провел полжизни, скажем так. — Да. — То есть, с момента того, как ты закончил агентскую деятельность, а был такой период еще в российской, в действительности, ты занимался порталами, разработкой практически все рекламные модули, которые вы видите сегодня в России, разработаны Алексеем Дубровским. Вот. И это мало кто знает. И, то есть, для тебя это не было в новинку создавать вот эту... Или тут был новый вызов какой-то? — Конечно, новый, да. — То есть, портал, он все-таки не предназумевал обратной связи, горизонтальной связи и так далее, да? — Да, то есть, группа — это, в первую очередь, это сообщество, это комьюнити. Люди стали общаться, люди стали разговаривать друг с другом. Появились коммуникации, и уже на эту аудиторию, у которой коммуницируют, у которой есть постоянный нетворкинг и все остальное, уже пришли рекламодатели. То есть, это абсолютно новая модель была придумана, и она была реализована буквально там за два года. То есть, стало 15-20 тысяч человек, и пошли рекламодатели. Те же самые агентства недвижимости, пришли застройщики, пришли стоматологические клиники, ну и многие-многие тоже другие люди, которые оказывали те или иные услуги на русскоязычных. Ну, например, прокат автомобилей, которыми ты пользуешься, и все остальное тоже. Вот если мы говорим о этой части, то есть, это уже появился бизнес здесь, уже фактически в Анталии, то есть, это у тебя первый бизнес-проект. Да. Когда ты решил вернуться в недвижимость? В каком году? Хороший вопрос. Это, наверное, лет пять, да, назад, судя по тому, как... Давай так, я все время тешил себя надеждой о том, что я и здесь тоже смогу сделать какой-то серьезный ресурс по недвижимости. И несколько раз я уже был на старте этих проектов, но почему-то все время срывалось. Первый раз проект должен был... То есть, это был большой агрегатор недвижимости турецкий. Этот сайт должен был называться Kirasat. Это составление двух турецких слов. Kiralyk-satalyk, то есть, кера и сад. Вот, Kirasat. Большой портал, было вложено много сил, денег и всего остального. Но был сбит российский самолет тогда, и туризм прекратился на два года, и, соответственно, ресурс наш не вышел, потому что не для кого было его развивать. Ну, никто не приезжал. Вот, смотрите, это его объекты на эксклюзиве. Значит, 180 метров, 4 миллиона турецких лир, это, значит, получается 15 миллионов, да? Ну, 14, да? Ну, нет, блин. 12? 13. 13 миллионов, получается 180 квадратных метров. А какой район? Страхом. Это вот здесь, вот в таком старом фонде. Ребята, это старый фонд. Это построено все лет, наверное, 30 назад, а то и побольше. Да, Леш? Какой здесь? Если не 70-е, если не 80-е, да? Это совсем... 70-е, 80-е. 70-е, 80-е. Это совсем старая часть города, где мы находимся. Можно сказать, исторический центр Анталии. Так, здесь, значит, получается 135 метров. Это не общая площадь квартиры, это площадь квартиры, включая террасу, балкон. Включая лестничную площадку, еще часть дома, да. Это фактически получается у нас с вами 6-7 миллионов, да, вот примерно так. Значит, получается, самое дешевое здесь квартира стоит фактически 100-метровая. Это в Кипезе. Это Кипезе. Это где? Кипезе – это дальний район, где живут в основном люди, которые не занимаются бизнесом. Дешевый район. Да. Короче, по простонародью дешевый анталийский спальник. Берелева. Берелева. Анталийская Берелева, ребята. Анталийская Берелева западная. Кипез. Соответственно... Очень недорого. Очень недорого. Где-то за городом папа купил автомобиль. Соответственно, получается... Около миллионов рублей. То есть, в принципе, зацепиться... Но за 3 миллиона рублей не ВНЖ ничего не будет. Все будет. ВНЖ будет. Все будет, да. А гражданство не получено, ВНЖ будет? Ну, ВНЖ будет. Гражданство тоже может получить, но только по количеству прожитых лет, а не по... Ну, то есть, короче, ребят, не так все страшно в анталийской недвижимости. А все-таки, если мы коснулись цен, хороший район сегодня. Да. Лара уже все-таки не то, да? То есть, сейчас Кони Алты не уступает Ларе. Это два района, которые отличаются друг от друга кардинально, но при этом они оба хорошие. Кардинально почему? Ну, например, Кони Алты – это прямой вход в море. Лара – обрыв. Да. Лара – обрыв, да. И там сейчас хорошая парковая зона, прогулочная зона. Шикарная, огромные две набережные по 7 километров, 20 метров шириной. Прогулочная зона, здесь 3 площадки, кафе, туалеты. Вторая-третья линия от моря, чтобы не на шуме. Я бы не стал бы рекомендовать вторую-третью линию от моря, а потому что это те же самые дома, которым уже 20-30 лет. То есть, лучше пройти, да? Лучше, которые за Ататюр-Бульварком находятся, да. То есть, либо первая линия, либо уже там пятая, или шестая, либо седьмая. Пятая, шестая, седьмая – это будет где-то 15-20 минут пешком. Десять – это в потолке. Десять, да? Да, это максимум. Цена? Ну, смотрите, сейчас квартира 2 плюс 1, то есть, 2 спальни, большой салон. На семью как раз, по сути дела, двое взрослых, я и ребенок. Ну, классическая, самый распространенный вариант, где-то от 230 тысяч евро. Ну, то есть, если мы берем наличные евро, это у нас сейчас все-таки, если вы наличные покупаете 70 с небольшим курсом, то есть, получается где-то порядка 15 миллионов. Это сколько метров? 90, да? 80-90 метров. 80-90 метров, то есть, получается у нас, ребята, фактически 200-2300 за метр квадратный. Да. Что, в принципе, соизмеримо с Подмосковьем. Продаем свои хатки в Подмосковье и отправляемся в Анталию на ПМЖ. Я хотел бы похвастаться. Теперь школа Сергея Смирнова, которая обучает агентов по недвижимости, дает вам настоящий шанс получить диплом о дополнительном образовании. Мы получили официальную лицензию от Министерства образований, и теперь мы даем официальный курс, агент в сфере недвижимости, эксперт в сфере недвижимости, и вы получите диплом, который заносится в федеральный реестр, то есть диплом о дополнительном образовании. Теперь вы точно нас не перепутаете с инфо-цыганами. Ссылка на наши курсы на программы обучения в описании этого ролика. Получается, что ты фактически, перебирая таким образом, пришел к выводу, что здесь порталы запустить нельзя, да? Да, потом был второй раз. Второй раз то же самое, мы захотели все это делать, но случился ковид. То есть перед 19-м годом... Тебе жизнь показывала, что в IT уже сфере нечего делать, да? Ну, то есть да, мы хотели опять сделать этот ресурс, то есть восстановили старые связи, восстановили все контакты, и было огромное количество интересных предложений, но вот случился ковид, и тоже Турция закрылась, и мы тоже не сделали портал по недвижимости. То есть второй раз тоже облом. И тогда ты пришел к агентской деятельности классической, да? Да, тогда я сказал, что если уже что-то делают, то надо что-то делать на земле, и стал изучать, что происходит на рынке недвижимости Турции. Немножечко увлекся аналитикой, и здесь есть несколько ресурсов, у которых есть аналитика, ее можно было по-разному нарезать, я стал смотреть, изучать, и понял, что есть на сегодняшний день максимально ликвидное, и куда можно вложиться, и я попробовал это сделать. То есть я купил несколько квартир, прям сразу после ковида, и их буквально через полгода продал с очень хорошим профитом. То есть ты не классический агент все-таки? Нет, скорее я был инвестор, сам себе, да, конечно, то есть я сам инвестировал свои деньги. Вот, но параллельно с этим, даже, скажем так, практически параллельно, но уже после того, когда я почувствовал силы, то ко мне уже стали обращаться люди, которые хотели сюда инвестировать, и я уже стал им помогать, и я был, скажем так, около агент, то есть я приводил этих людей в несколько агентств недвижимости, руководители которых я также знал уже по деятельности группы «Русские в Анталии», и сопровождал эти сделки как человек от покупателя. Смотрел, как проходят эти сделки, что предлагают, как происходит передача денег, что люди хотят, что им интересно, и уже у меня начал появляться практический опыт уже в том, что я уже мог практически сам от начала и до конца. Пришло время поговорить про цены, потому что последний год стопроцентный рост. Больше, чем стопроцентный, да. В Турции дикая инфляция, пойдемте смотреть, сколько стоит здесь жизнь. Мы идем, смотрите, в А101, а А101 в Москве – это застройщик, а здесь – это сетевой магазин. Это, кстати, такой дискаунтер, да, судя по этому? Прямо эконом-эконом. Это эконом, да. Так, ну давайте нам, ты быстро же переводишь более-менее в рублей. Ну вот здесь мы видим что? Это масло-терья. Масло-терья. Значит, ребят, масло у нас сейчас здесь стоит где-то порядка 200 рублей, да. 59 турецких лир. Это получается на 3 с небольшим. Это почти 200 рублей. Так. Это сыры, да? Да. Это вот, смотрите, вес – это полкило масла. 200 рублей. Я считаю, что 400 рублей за килограмм масла – это не так уж дорого даже по сегодняшним ценам. Так. Хорошо. Маслом одним сыт не будешь. Вот запрещенка, то, что сейчас нет в России. Не, есть, кока-кола есть. Разве есть кока-кола? Да, это и… А, смотрите, вот видите, человек не жил долгое время в России. А нам сказали, что нет ничего, ни кока-кола, ни факты. Не, не, ну слушай, это вот… Так, колбаса. Как наш человек без колбасы? Так, давай. Давай, пожалуйста. Колбаса. Ну, давай, ветчина, так? Что здесь упакует? Это из индейки ветчина. Ветчина индейки. 18-19 лир. Это получается на наши деньги 70-80 рублей. 150 грамм. Ну, считайте сами. За килограмм. То есть, получается 150 грамм на 6 умножаем. Получаем где-то порядка 500 рублей. Аран, вот кефир есть. Вот кефир. Ребята, смотри, здесь есть кефир. Любой. Любой такой, значит, соответственно. Сют, вот молоко, да? Это молоко. Так, значит, получается литр молока у нас здесь получается 50-60 рублей. Ну, я бы сказал, что цены-то все равно дешевле, чем… Продукты все равно, да, дешевые? Вот это интересно. Я думаю, что яйца будет людям интересно. Вот, пожалуйста. Вот у нас, смотри, у нас десяток яиц сегодня стоит 100 с лишним рублей. Здесь десяток яиц стоит порядка 70 рублей. Нет, это 6 яиц. Это 6 яиц. А, 6 яиц, десяток вот. Десяток это. Ну, 100 рублей. 100 рублей. Ну, то есть, ценам в некоторых случаях московские. То есть, если вы переезжаете… О, курица. Давайте курица. Пожалуйста. Так, ребята, давайте смотреть, по чем же здесь курица. И как бы тут понять, это у нас получается… Нет, это багет. Крылышки стоят 53. Перзола стоит 53. А вот это вот… 36 лир. 36 лир. 100 рублей. 100 рублей, значит, за эту упаковку. Ну, мне, кстати, кажется, что дешевле, чем… Дешевле. Ты в среднем, скажи, пожалуйста, вот еда. Какой бюджет на еду уходит у человека? На семью из четырех человек, я думаю, нужно где-то 15 тысяч лир в месяц. 15 тысяч лир в месяц – это 45 тысяч, да? 50. 50 тысяч на семью из четырех человек. То есть, если ты не зарабатываешь где-то порядка, фактически, сегодня 180 тысяч рублей, то ты не можешь здесь арендовать квартиру и жить. Но можно питаться гораздо скромнее, на самом деле. То есть, можно же не есть мясо. Нет, ну, слушай, ну, можно не есть мясо, можно… Но если ты хочешь нормально жить, то да, 50 тысяч. Я думаю, что в России и в Москве это на 50 тысяч семью из четырех людей. Семья из четырех человек, вот если сюда перебирается, она должна иметь минимум доход 150 тысяч где-то. То есть, например, если вы сдали квартиру за 150 тысяч рублей в Москве, то вы здесь где-то и можете арендовать и жить. Ну, посчитаю, что… Арендовательные продукты, да? Ну, как-то так. То есть, не так все, ребята, и дешево, чтобы перебираться сюда. То есть, надо иметь какой-то источник доходов. Супруга пошла другим путем. Она вообще отработала в классическом агентстве? Да, два года, да. Она попробовала себя агентом два года, поработала, как бы, и сказала нет. Какие бы ты вот обозначил порочные черты агентского рынка в Анталии? Такой, можно тебе провокационный вопрос задам? Вот чего стоит опасаться? Вот сейчас народ едет. Самое главное – это не купить недвижимость неликвидную. То есть, если вы покупаете неликвидную недвижимость, прошу прощения, то это все. То есть, ее потом можно годами не продать вообще. А вот понимаешь, какая ситуация? Вот давай представим себя в позиции, что я из Москвы или Питера, да? Окей. Ну, или, допустим, Екатеринбурга. Да. Мне что-то не нравится сегодня в России, что-то нравится, я испугался. Я метнулся сюда. Я выпрыгнул на землю. Мы еще с тобой отдельно прогуляемся, проговорим какие-то детали. Но сейчас я хотел общее понять. Я же привык, как? Ну, в Екатеринбурге есть Авито или известный портал Е1. Не тебе ли не знать про порталы? В Москве есть ЦИАН Домклик. Сегодня там на втором месте. Где-то Авито. Я привык, что есть некий централизованный рекламный портал, где более-менее следят за фейками, не фейками. Там, как минимум, уже более-менее порядок навели в аренде. Уже меньше стало дерьма. Хотя в Сочи достаточно. И тут я вот приехал в Анталию. И такой... А что там вбивать в интернете-то у вас надо? Там eBay, может быть? Или там Сахибендем, да? Что это? Ты вот сейчас нам поясни. С чего я начинаю это? Ну, люди начинают с разного на самом деле. То есть некоторые люди, которые не хотят вдумываться, они обращаются, например, на ресепшн того отеля, где они живут, чтобы они им порекомендовали какого-то риэлтора. Риэлторские услуги в Анталии может предложить кто угодно. Это даже может быть официант в ресторане того отеля, в котором ты отдыхаешь. Или, например, продавец каких-то пляжных принадлежностей рядом с отелем. И все могут предложить услуги по недвижимости. То есть вся Анталия может предложить тебе услуги по недвижимости. Напоминает Сочи. Ну, конечно. Вот. И здесь очень важно, если люди думают, то, конечно, они хотят найти профессиональное агентство недвижимости или риэлтора. И вот здесь как раз группа «Русские в Анталии» в этом отношении очень хорошо помогает. Потому что… Вот смотри, здесь несколько франшиз американских есть. Я знаю, здесь есть «Римакс», да, канадская, американская компания. Откуда у нас вышел «Гильд». И «Гильд» сюда привел «Римакс». А здесь, я так понимаю, есть «Колвин Бэнкерс», тоже американская компания, которая может что-то делать. И я так понимаю, есть 2-3 крупных турецких агентства, да, к которым можно обратиться. Или опять непонятно, на кого ты нарвешься. Это будет стажер первого месяца, опытный агент, тоже нужно тут понимать. Я бы так сказал, что вообще Анталия – очень специфический город. Здесь люди вообще не очень сильно работают на репутацию. Здесь дикий рынок недвижимости. И здесь нарваться на нечислоплотного риэлтора настолько легко, неважно, где бы он ни работал. Работы нет. Работы нет? То есть народу столько приехало, что… А ее и не было. Турки вообще не очень любят, чтобы здесь иностранцы работали. Иностранцы должны оставлять деньги здесь тратить, а зарабатывать должны турки. Поэтому либо ты идешь в туризм за копейки работать, в рабство с одним выходным… А сколько в туризме зарабатывают сейчас люди? 6-8 тысяч лир в месяц. Вообще, это не о чем. То есть это 20 тысяч рублей. Да, поэтому либо ты работаешь в недвижимости. Почему я сказал, что все занимаются недвижимостью абсолютно? Потому что здесь есть хотя бы какая-то возможность заработать на комиссии. Либо ты работаешь еще на удаленке. Учитесь, ребята, на моих курсах, прежде чем ехать в Анталию, я вас научу вначале работать с недвижимостью, а потом сюда надо ехать, а не наоборот. Это правда. То есть работа ни хрена, да? Работы нет, вообще никакой. То есть либо ты работаешь на удаленке… Вот такси – это вообще каста, да? Я заметил такси. То есть можно было где-то, считать, что, например, ты приедешь, бомбило, и здесь такого нет, да? Нет, здесь такого нет. Здесь нет Uber в привычном Яндекс.Такси. Здесь кнопочка, ты приходишь, вот нажимаешь вот дома на кнопочку. На столбик. И такси, которое обслуживает этот район, только оно может приехать и забрать тебя. Ну, конечно, нелегально тоже есть таксисты, но это, конечно, все вне правового поля. Да, есть официальная транспортная компания, но они стоят копейки. Вот, чтобы вы понимали, Мерседес и микроавтобус на 9 посадочных мест я могу вызвать сегодня в аэропорт в Анталии, чтобы мне отвез, например, в билет. Но это расстояние где-то поездки на 45 минут всего стоит 40 долларов. То есть они зарабатывают копейки, да? К сожалению. При условии цен на топливо я заметил. Ребята, значит, по топливу 28 лир – это бензин. Да. Солярка, то есть дистоплива – 20. Нет, это столько же. Столько же прибежит. Это газ, наверное. Это газ стоит меньше, конечно. А, газ. То есть получается 84-90 рублей за литр. Тут всегда. От 80 до 95 рублей на российские деньги стоит литр. То есть таксисты здесь тоже зарабатывают не так много, да? Нет. Но в основном это каста тоже, да? Да, это номера, они передаются по наследству. То есть ты их не можешь просто пойти и получить. То есть это определенная история. Ну, то есть, понимаешь, да, мигрантская история такая. Приехал сюда, там, поработал, бомбил, и еще чем-то здесь такое не пройдет. Депортируют. Депортируют? Конечно, сдадут сразу. То есть это здесь… То есть, ребят, то есть на работу здесь, сюда, вот вы метнулись и уехали, не рассчитывать. Это не то место. Ну, вот по ценам мы вам сказали, да, мука, вот сахар, я так понимаю, мы стояли. Да, я бы показал бы муку и сахар, да. Так, значит, получается… Да вот килограмм сахара стоит. Вот, пожалуйста. Килограмм сахара у нас, получается, стоит где-то порядка, там, 80 рублей, там, соответственно. Ну, мука, 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 вот она рядом. Ну, и тоже порядка 70 рублей. Но тут побольше, наверное, килограмм-полтора, 2 килограмма. Вот. Ну, то есть, получается, смотри, из того, что ты мне сейчас рассказал, то есть, с учетом аренды и всего остального, ну, минимум 150 тысяч рублей надо. Да. Да, это минимум. То есть, нужно иметь источник дохода, чем прежде всего сюда ехать. То есть, просто такая мигрантская история, я приеду, что-то там осмотрюсь, пойму, чем заниматься, не пройдет. Как пересидеть в какой-то момент, да. Ну, как же пересидеть, ты же спустишь деньги. А, ну, естественно, хлеб, ребят, хлеб. Все всегда спрашивают еще хлеб. Как тут понять? А, ну вот, пожалуйста, булка стоит 5 лет. Булка стоит 5 лир, получается, это где-то порядка 100 рублей. Нет. А, не 100 рублей, извините. Где-то 18. 17-18 рублей булка хлеба. 17-18 рублей булка хлеба. То есть, молоко и булка хлеба можно здесь купить достаточно дешево, на этом и просидеть. Да, на хлебе, собственно говоря, и вот на овощах. На овощах. Ну, овощи традиционно в Турции, конечно, будет дешевле, чем в Москве. Такие яблоки сейчас на московском рынке будут стоить 300. Там, да, Ваняш, сколько? 300 рублей за килограмм? 250-300. Соответственно, здесь у нас стоит фактически 55-60 рублей. До 60, да. Вот такие вот цены очень интересные. Слушай, наверное, надо еще попробовать сходить в банк, откроют ли мне счет. Алеша потом расскажет на подводные камни, как счет на самом деле открывается. Многие агенты устроены так. Чуваки, есть тема, вы слышали, сейчас все рванули в Дубае, в Анталии. И мы видим, московские агенты, питерские сорвались и помчались в Дубае, в Анталии. А сели там на время, как они в свое время под Сочинскую Олимпиаду и после Сочинской туда метались и так далее. То есть это такие агенты-кочевники. Да. Не агенты, вот у тебя было крутое слово в свое время, мы с тобой как-то обсуждали проект, локатор, да? То есть это не агент, это тот, кто... Да, эксперт, локальный эксперт. Локальный эксперт. Именно так. Вот можешь мне сказать, сколько локальных экспертов, вот таких локаторов, которые знают локацию, знают, например, Кони Алтыри, Хурму, знают Лару или знают, где новый район сейчас будет застраиваться и могут реально меня релацировать. То есть моих детей в школу, отвезти меня за руку в больницу, довезти меня до банка, отвезти мне карту. Вот сколько таких экспертов, по твоей оценке, на Анталии, которые меня за руку поведут и которые за репутацию будут отвечать? Ну, я количество таких людей не знаю, но я могу сказать, что в действительности это абсолютно право. То есть есть локальные эксперты, люди знают, например, район Кони Алтыри. Причем они могут его даже знать не весь. Они могут, например, самые известные Хурмаса, Сулеймана. Дальше они ничего не знают. Если идет обращение от клиента, который говорит, я хочу вас посмотреть, но, например, что-то не получается по бюджету, либо его там по каким-то другим запросам, то есть риелторские чаты в WhatsApp. Я, кстати, в них тоже являюсь участником, куда приходит риелтор и говорит, ребят, кто работает, например, по Ларе или кто работает по Белеку. И передается клиент в расчете на комиссию 50 на 50. Соответственно, тот, кто привел клиента, имеет право получить 50% комиссии, которая получает... Который заплатил там или от застройщика, да, понятно. Ну, скажем так, здесь берется из покупателя, из продавца в Турции. Поэтому, если ты просто передал клиента, то ты имеешь право на 50% от комиссии, которая берется с покупателя. Но если ты более-менее ведешь этого клиента, то ты можешь претендовать еще и на часть ту, которая идет от продавца, которому может быть как частное лицо, соответственно, так и застройщик. Как договоришься? А как-то можно, вот, например, зайти в Русский Анталий и спросить, ребята, а вот у вас вот такой агент, вот есть на него рекомендации какие-то? Именно в этом и есть сила русских в Анталии. Ты можешь получить андеррайтинг не только по агенту по недвижимости, но и по любой услуге. Ты хочешь сделать ремонт, ты приходишь, ребят, я хочу сделать ремонт. Вначале тебе компания или кто-то, частники начинают предлагать. А потом ты говоришь, ребят, вот я выбираю между этим и этим, как бы, да. И даже если тебе не напишут это в комментариях, то в личку тебе могут всегда написать люди о том, чтобы ты мог уже подумать и принимать дальше решения. Группа помогает именно андеррайтить экспертов не только по недвижимости, но и по любым другим услугам, которые здесь есть. Итак, ребят, мы сейчас пойдем в Денис Банк. Это не потому что реклама, а потому что это бывший Сбер, раньше он им принадлежал Сбербанку. И там Леша сказал, что есть русскоязычная служба. Может быть, у него здесь шанс, что я с русскоязычным менеджером поговорю. Попробуем узнать, открыть счет. Мне понадобится паспорт. Сейчас Тамара мне дашь паспорт. Я хочу сказать, что русскоязычная служба поддержки есть по телефону, а не среди операторов. Смотрите, когда супруга держит у себя паспорта, то муж никуда не денется. Так, значит, получается, что, в общем-то, я могу с российским паспортом прийти и открыть счет. Да, тебе сказали, что завтра ты приходишь с утра. Но твой клиент в последний раз все-таки не так делал, да, открывал счет? Дело в том, что в Кони-Алты, где огромное количество людей, банки очень охотно это делают, потому что люди приходят, открывают счет, переводят деньги, снимают и уходят. И не держат деньги здесь. Такой, видимо, традиции нету, поэтому они более благосклонно относятся к открытию счетов для иностранцев. Ага, дальше. Я, чтобы мне вот деньги сюда перевести для расчетов, ты сказал, что если я что-то хочу... Во-первых, они сказали в агентстве недвижимости, что кэш, ты говоришь, что кэш здесь до сих пор за недвижимость в кэше. Да, 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 даже когда ты покупаешь недвижимость, ты в органе регистрации в ТАПУ тоже перед сделкой отдаешь кэш. Так, давай вот четко по инструкции. Давай. А аренду мне надо идти в ТАПУ? Нет. А в НЖ как я тогда получу, если договор мне как-то надо зарегистрировать? Да, ты идешь к нотариусу. К нотариусу? То есть я иду к нотариусу, и мы, соответственно... Ты подписываешь договор, и с подписанным договором, да, собственник идет к нотариусу, кто заверяет, что это действительно он тебе, что это он, это он, что он собственник, что ты это тот человек, которому он сдал квартиру. Так. Нотариусу заверяют. Все, после этого ты идешь в миграционную службу, которая называется ГЕОЧ, и там подаешь документы для оформления ВНЖ. Когда я подписал договор, собственно, кэш, он дает какую-то расписку? Как это вообще в Турцию принять? Ты можешь перевести ему на карту с пометкой, что это за аренду, и это обязательно надо делать. А, то есть все-таки здесь не кэшовая информация. Почему? В договоре может быть написано на кит, то есть наличные деньги, ты можешь наличными тоже передать. Но какой-то документ хоть дается? Да, на договоре есть последняя страница, где прописано, когда, сколько, все расписываются, и это тоже считается... Если я покупаю, то тогда я иду в ТАПУ, да, этот орган, который фактически заменяет Росреестр, да? Да, так и есть, да. А в ТАПУ сколько времени проходит вот эта вся операция? Например, ты выбрал квартиру, ты внес аванс. Значит, после этого никаких, как правило, предварительных договоров не заключается, если, конечно, эта вторичка на первичку заключается. Дальше один-два дня собираются, то есть вызывается эксперт, потому что для иностранца нужен обязательно эксперт. Эксперт оценивает квартиру, потом дальше идет подготовка. Риэлтор, который занимается сделкой, подает документы в ТАПУ, и назначается день приблизительный, день, никто его не знает, когда придет смс-уведомление о том, что тебе назначено время. К этому времени ты должен встретиться, продавец с покупателем встречается, передаются деньги, как правило, уже там за 5 минут до регистрации. Кэшем. Кэшем, да. И, собственно говоря, дальше вы уже идете и подписываете. Кэшем в какой валюте? Лиры, доллары, евро? Доллары или евро, как правило. То есть в лирах... В лиры никто не хочет? Никто. Как обычно здесь, есть такие услуги, что я могу вообще в России отдать кэш, здесь получить кэш, да? То есть до сих пор... Да, да, пожалуйста. Коронами тоже переводится? Через корону, пожалуйста, да. Корона, то есть Тинькофф, корона. Пожалуйста, вот SWIFT работает сейчас, RAIFIZEN, еще и Тинькофф. Криптовалюта, пожалуйста, тоже здесь работает. Или просто онлайн-обменники, где там тут передал, тут взял. То есть в Москве передали деньги, здесь, допустим, в Питере и так далее. Да, да, риэлторы помогают. То есть проблем с этим нет? Абсолютно. Так, вот чтобы теперь нам подытожить. Вот я такой вот сбалмошенный, меня пугает все в мире, я решил здесь пересидеть. Я сюда, если прилетел, все-таки мне лучше с аренды начать? Только с аренды. Ну, конечно, только с аренды. Сориентироваться вообще по местности? Ну, конечно, ты должен понять, во-первых, останешься ты здесь или нет. Если ты будешь уже оставаться здесь, ты должен понять, где ты хочешь жить. В Мурат-Паше, то есть в той же Ларе или в Конне-Алты. Может быть, тебе больше понравится Кемер или понравится Мерсин. Сейчас очень сильно развивается, там атомная станция строится, очень большая уже русскоязычная, тоже диаспора, и там цены, говорят, в два или в три раза дешевле, чем в Анталии. То есть, соответственно, если у тебя есть меньшее количество денег, то тебе проще поехать туда. И там тоже море, там все это есть. Просто, конечно, не будет такой инфраструктуры, не будет таких возможностей. Анталии, конечно, большой плюс, ты понимаешь, что здесь сколько сейчас русскоговорящего населения? Полмиллиона, наверное, да? Ну, если мы возьмем Анталию как регион, не только как город, а вот растянем ее... Да, 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 Анталийский регион? Ну, я думаю, уже сейчас да. То есть, я вот заметил, либо ломаный английский, либо русский, и тут всегда найдешь решение быстро, кто тебе что подскажет. Ну, даже районы не просто так закрыли. Хурму, Лиман и Сарасу, и Авсалар, и Махмутлар. Именно потому, что по закону Турции количество иностранцев не должно превышать 25% по отношению к местному населению. То есть, они боятся вот этого, да, большого количества? Нет, они просто посчитали и поняли, что этот процент сейчас существенно выше. Например, Лиман, Хурма и Сарасу, я думаю, больше 50%, если не больше русскоязычного населения. Слушай, и очень важный нюанс, страховки. Какие страховки мне понадобятся? Ну, ты можешь просто застраховать самую простую страховку, которая тебе особо не поможет, такая дежурная страховка, для того, чтобы получить ВНЖ. Но если ты хочешь хорошую страховку, то она тут тоже есть. И ты будешь за нее платить где-то порядком, может быть, ну, я в долларах скажу, около 100 долларов в месяц на всю свою семью. Но она позволит существенно... Сэкономить на медуслугах. Да, если, не дай бог, что-то, то да. Но это не включает стоматологию? Не включаю, да. То есть, это на приемы в клиниках и на какие-то... Я тут слышал от сотрудницы отеля, что детский сад стоит платный порядка 2000-3000 лир. Это правда? В месяц? Я думаю, что это очень заниженные какие-то цифры. Это, видимо, было то ли давно, то ли какой-то... Или билейки, скорее всего, потому что... Я не знаю, но могу сказать, что детские сады и школы приблизительно стоят от 300 до 500 долларов каждый месяц на одного ребенка. От 300 до 500 долларов. Да. Ну, то есть, ребят, давайте подытожим. Первое. Спонтанно ехать, конечно, сюда не стоит. Есть группа «Русские в Анталии» в Фейсбуке. Мы сейчас все ссылки дадим в описании. Можно туда написать. Алексей там знают как админа. Можно просто мне написать. Можно написать админа. Конечно. Дадим контакт в WhatsApp'е Алексея. И, соответственно, надо все-таки планированное это дело. Второе. Месяц один, два, три вначале поарендовать краткосрочно. Потом лучше полугодовой контракт уже подобрать себе какое-то более качественное жилье. И потом только задумываться о покупке. Редактор субтитров А.Семкин